И продолжаем. Турецкие инвесторы готовы вложить в строительство Конгресс-Холла в Челябинске 150 миллионов долларов. Работы компания Саредаглар готова начать в мае. Такое заявление сделал генеральный директор Турецкой строительной корпорации Азмедин Айдин на пресс-конференции в медиахолдинге ОТВ. Для строительства Конгресс-Холла в Челябинске будем привлекать строителей и из Турции, и из России. А стройматериалы будем использовать местного производства. Я знаю, что у вас в регионе есть надежные поставщики металлоконструкций, есть крупный стекольный завод. Здесь же будем искать строительную технику. В течение месяца Турки откроют на Южном Урале представительство своей компании. Это обязательное условие участия в проекте. Затем будет детальное обсуждение условий реализации проекта. Пока рассматривается схема финансирования 20 на 80 процентов. Где большая часть инвестиций будет за счет компании Саредаглара, остальное средство бюджета. Уже подписан с представителями правительства региона договор намерений. Предполагается, что строить Конгресс-Холл будут к саммитам ШОС и БРИКС. Они могут пройти в Челябинске в 2020 году. Проект застройщик менять не намерен. Это здание мост через реку Миас, внутри выставочные и концертные залы, офисы, рестораны и апартаменты. Этот же застройщик намерен взяться с другие объекты на Южном Урале. Например, крупные социальные объекты и жилые комплексы. Добавлю, что компания Саредаглара еще не работала на российском рынке, но хорошо зарекомендовала себя на востоке. Она построила аэропорты в двух турецких городах, отель в Анталии, спортивные стадионы в Трабзоне и Кануа. В настоящее время компания занимается строительством теле и радиовещательной башни в Стамбуле, спортивного стадиона в Марокко. Продолжение следует...